Мы начали заниматься, как только начался этот вооруженный конфликт, мы начали заниматься защитой наших военнослужащих. Ну, если вы помните дело командира роты снайперов, 51-я бригада, которая вынуждена была выйти в изваренную на территорию России, мы продолжаем им заниматься и по настоящее время. Командир батареи Ткачук и другие военнослужащие, ну, очень много военнослужащих мы защищали. В последнее время мы занимались защитой, подготовкой заявлений в Европейский суд по правам человека в отношении ребят наших, которые побывали в плену, и те издевательства, которые над ними были произведены. И невольно мы столкнулись с тем, что начали открывать производство в отношении наших добровольцев. Наиболее громкое дело, первое дело, это было дело Сечи, так называемое, о котором мы уже говорили. Потом батальон Айдар, правый сектор и вот это последнее дело, так называемое дело Торнадо. Я хочу сказать, что все эти дела, по сути, они между собой очень похожи. Похожи ничем. Тем, что обычно инкриминируют то, что была создана, так называемая, преступная организация. Что по Сечи у нас идет, банда так называемая, что по Торнадо у нас идет организация злочинного угруппования. То есть вот эти добровольческие батальоны, которые были созданы, которые были созданы именно из патриотов, это не простые люди шли в добровольческие батальоны. Почему они так и называются, добровольческие батальоны? Там шли именно те люди, которые желали защищать свою родину, желали выполнять свой долг. Проще всего назначить, есть подразделение, командир подразделения у нас, организатор, все остальные исполнители. Если там есть замполит или начальник штаба, это так называемый подстрекатель. Все, пожалуйста, 28-я статья Уголовного кодекса чистая. Не надо даже выдумывать что-то. Но самое интересное, с чем мы столкнулись из практики, то, что практически одинаковые предъявляются подозрения, что нашим ребятам добровольцам, что сепаратистам, которые вместе с ними находятся, допустим, вот у нас есть ребята, которые находятся в Мариупольском СИЗО. И вот это движение в отношении наших добровольцев и движение по устранению так называемых банформирований на территории ДНР и ЛНР прошли практически одновременно. То есть вы прекрасно видели, что устранялись там банды Казачковы и все остальное, устранялись там по всей вероятности спецподразделениями Российской Федерации. Но тем не менее эти два движения прошли параллельно. На что я хотел бы обратить внимание. Даже если кто-либо из тех людей, которым вручено на сегодняшний день подозрение, совершал какие-либо противоправные действия, презумпции невиновности у нас никто не отменял. Это первое. Второе. Никому не дано право применять пытки и жестокое обращение с людьми. Мы уже говорили на примере дела СИЧИ. Есть у нас такой подзащитный коневец, которого с помощью подачи жалобы в Европейский суд по правам человека нам все-таки удалось изменить меру пресечения. Он получил ранение во время выполнения своего долга как доброволец и лежал с раненой рукой. И в связи с тем, что он провел больше, практически два месяца он провел на СИЗО, на сегодняшний момент у него кисть не работает. То есть налицо то, что он может лишиться жизненно важного органа руки. Зачем это было делать? Неужели нельзя было без Европейского суда избрать нормальную меру пресечения, чтобы человек находился на лечении? По делу торнадо. Для меня вообще загадка, почему у всех задержанных по так называемому делу торнадо есть телесные повреждения. Они все, насколько мне известно, прибыли в органы судебного расследования самостоятельно. Их пригласили повесткой. И там, когда они прибыли, прямо в следственном кабинете их начали избивать. Кто дал право работникам милиции или кто-то были, работникам спецпродразделения, применять физическую силу? Если бы это было сопротивление, или они были задержаны при совершении преступления, это одно. Возьмем того же самого командира, как Анищенко. Он сам прибыл к начальнику Днепропетровского управления внутренних дел. Он самостоятельно прибыл. Убыл он оттуда уже с телесными повреждениями. И убыл не по своей воле. Почему-то он в Зевропетровске появился в Харькове. И между Харьковом и Киевом было проведено в режиме видеоконференции следственный судья избрал ему меру пресечения в виде содержания под сражей. Зачем такая спешка необходима была? Зачем необходимо было бить людей? Какие-то показания с тех не выбивали. На мой взгляд, это просто-напросто является издевательствами.